Приветствую всех, дорогие друзья. В этом видео я как всегда собрал самые интересные новости железа, так что не забудьте досмотреть его до конца и прожать в поддержку жирный лайк. И только с вашего позволения я начну с падения продаж Nvidia после наступления крипто зимы. Зеленые признались, что совокупная выручка за квартал вряд ли превысит 6,7 миллиарда долларов, хотя до этого прогнозировались 8,1 миллиарда. На игровом направлении выручка и вовсе ограничится двумя миллиардами и 40 миллионами долларов, что на 44 процента меньше в последовательном и на 33 процента меньше в годовом сравнении. Иными словами, всего за квартал продажи видеокарт Nvidia рухнули на сумасшедшие 44 процента. Вообще для Nvidia публикация предварительных итогов квартала является редким событием, а поводом для таких чрезвычайных мер стало снижение прогнозов по игровой выручке в финансовом квартале, который завершился 31 июля. Руководство компании в тексте официального пресс-релиза предпочло списать все неудачи на макроэкономические трудности, которые и помешали партнёрам Nvidia реализовать видеокарты. Но мы-то все знаем, что у Хуанга просто перестали покупать видеокарты майнеры, которых он до последнего отрицал. Если что, названия колонок в таблице указаны правильно, так как в конце июля у Nvidia завершился второй квартал 2023 фискального года. В целом же выручка Nvidia за второй квартал должна сократиться на 19 процентов последовательно, но при этом вырастет на 3 процентов в годовом сравнении. Полноценный же квартальный отчёт зелёные обещают опубликовать 24 августа и тогда уже можно будет более детально говорить о факторах произошедшего. И разумеется, что в такой ужасной ситуации Nvidia будет и дальше снижать цены на амперы, чтобы как можно быстрее избавиться от запасов. Выходит, что Хуанг опять наступил на те же грабли криптобума, когда видеокарты просто никто не покупает. Но с другой стороны для него полтора года сверхприбыли наверное более интересны, чем какой то крипто похмел. Ну а пока DNS в очередной раз немного поднял цены на видеокарты, на алике есть вкусные RX 6600 и 6600 XT от Sapphire. За 6600 пульс просят 26 700 рублей, а за модель XT Nitro Plus придется выложить 33 600. По отзывам этот продавец продает реально новые видеокарты, да и к тому же у него отдельно продаются бэушные модели, так что ссылочку я как всегда оставил в описании и в закрепе. На прошлой неделе AMD провела официальную демонстрацию партнерских материнских плат на X670i и X670, а уже сейчас они появились на руках обзорщиков. Это говорит о том, что платы полностью готовы к выходу процессоров Ryzen 7000, и теперь осталось только дождаться официального выхода. Первое изображение новой платы было опубликовано энтузиастом ScatterBencher, который известен своими руководствами по разгону Threadripper 5000. Gigabyte предоставил обозревателю плату X670i Aorus Master, которая оснащена 20 фазами питания и поддерживает до четырёх модулей DDR5. Согласно утечкам, AMD собирается выпустить свои процессоры Ryzen 7000 15 сентября, и данная плата должна появиться в магазинах в этот же день. Флагманский 24-ядерный и 32-поточный Core i9-13900K при снятии лимитов на потребление способен потягаться по производительности даже с 24-ядерным Threadripper 5965WX. А всех одноклассников новинка превосходит даже без этого, что показали недавние тесты образца в Cinebench R23. По данным свежей утечки, при стандартных настройках питания энергопотребление процессора может достигать значения 254 Вт. При таких настройках чип набирает 2290 баллов в однопоточном тестом и 35693 баллов в многопоточном тесте Cinebench R23. При снятии ограничений по потреблению питания пиковый показатель 13900K повышается до 345 Вт, а однопоточная производительность от этого лучше не становится. Зато в тесте многопоточной производительности чип улучшает свой результат до 40616 баллов, что на 13,8 % выше стока. В этом случае Core i9-13900K даже немного обгоняет Red Reaper 5965WX, который набирает в том же тесте 40179 баллов. Правда флагманский Raptor Lake превосходит Red Reaper не только по производительности, но и по энергопотреблению. Если сравнивать многопоток 13900K с 12900K, то он лучше на 30 % в стоке и на 48 % с отключенным лимитом. В свою очередь Ryzen 5950X он обходит на 48 % в стоке и на 67 % при жоре в 350 Вт. Другая же утечка раскрыла рабочие частоты 13900K в Аиде, где два из восьми высокопроизводительных ядер автоматически разгонялись до 5,8 ГГц. Остальные же производительные ядра чипа работали при частоте 5,5 ГГц, а все 16 энергоэффективных ядер функционировали на 4,3 ГГц. Для этого теста использовалась водянка на 360 мм и судя по всему лимит энергопотребления процессора здесь также был снят. Во время теста стабильности чип разогрелся до 90 градусов по Цельсию и потреблял до 314 Вт питания. В общем же и целом циферки в синтетике явно впечатляют, но потребление в 350 Вт это, наверное, уже перебор и для снятия лимитов точно понадобится топовая водянка. На российском рынке ПО наблюдается дефицит лицензий для Microsoft Office. И речь идёт не только о сложностях с оформлением подписок на Microsoft 365, ведь из розничных сетей пропадают и коробочные версии. Эксперты сохраняют оптимизм, призывая пользователей переходить на бесплатные отечественные альтернативы, хотя лазейки все равно остаются. По данным известий, приобрести лицензию на Microsoft 365 или на Office 2019 сегодня не представляется возможным, о чем сообщили в интернет-магазине AllSoft, который является официальным партнером Microsoft. В Nvidia Eldorado заявили, что коробочные версии еще можно приобрести в некоторых магазинах, правда стоимость подобных вариантов крайне высока. Например, в DNS пакет Office 2021 стоит около 25 тысяч рублей, тогда как в Америке за него просят 250 долларов. В качестве альтернативы Microsoft Office называют сервисы Яндекса, продукты компании Мой Офис, а также инструменты Google Docs, доступ к которым пока не ограничен. А в качестве лазеек говорится, что можно приобрести лицензию за рубежом и попытаться ее активировать в России. Однако если что-то пойдет не по плану, то отстоять свою позицию перед представителями западного бизнеса вряд ли получится. Но это все конечно же касается светлой стороны, а пиратская букта как находила себе офис раньше, так наверное находит его и сейчас. Идея участия Южной Кореи в так называемом альянсе Chip4, который должен объединить ее с США, Тайванем и Японией, обсуждается уже довольно давно. Но в начале следующего месяца представители Южной Кореи сделают значимый шаг на пути ко вступлению в это объединение, приняв участие в собрании представителей заинтересованных государств. Об этом сообщает издание «Бизнес Корея», напоминая о появлении концепции такого альянса в марте текущего года. Считается, что США, Тайвань, Япония и Южная Корея сообщат, смогут более эффективно решать вопросы поставок полупроводников и их производства. Хотя потенциальные участники альянса не подчеркивают его внешнеполитического статуса, но принято считать, что объединение будет создано для сдерживания растущего влияния Китая в сфере новых технологий. Представителей Южной Кореи такая направленность беспокоит по той причине, что экономика страны в большой степени зависит от торговли с КНР. И в начале следующего месяца представители четырех стран встретятся для обсуждения предварительных условий участия в этом объединении. За последнюю неделю в чарте продаж Steam не произошло больших изменений и консоль Steam Deck лидирует уже десятую неделю подряд. Также и приключения Стрэй уверенно остается на второй строчке третью неделю подряд. Spider-Man Remastered, первые пользовательские скриншоты которой появились в сети за неделю до релиза, прибавила две строчки и вошла в тройку лидеров. Симулятор выживания в открытом море Raft поднялся с девятого места на пятое, а раз со скидкой 50% в рамках фестиваля выживания оказался на четвертом месте. Игра The Forest, получившая 75% скидку, заняла шестую строчку, а на девятую позицию взлетела Project Zomboid. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и надеюсь поддержали прожатым лайком. Также отдельное спасибо всем, кто финансово поддерживает канал подпиской на бусти, переводами на карту или через спонсорство на ютуб. До скорого, друзья.